всем привет лодочный мотор yamaha четыре с половиной старенькая модель сейчас такой не выпускают мотор воздушного охлаждения привезли к нам чтобы укоротить ногу и установить топливный насос владелец пытался заклеивать топливный бак бак изнутри ржавеет и уже этим баком пользоваться нельзя потому что ржавчина поступает в карбюратор бензин из него вытекает наружу но убрать бак с этого мотора нельзя потому что бак является еще и рубашкой охлаждения воздушные потоки которые идут для охлаждения этого мотора они создаются как раз внутри бака но не внутри идет направление воздушного потока поэтому этот бак необходимо оставить также бак является еще и ручным стартером он встроен в топливный бак владелец попросил установить топливный насос для того чтобы он мог пользоваться внешним баком мотор работает нормально только течет топливный кран но он и не потребуется если будет внешний бак в редукторе все в порядке никакой эмульсии нет будем укорачивать ногу это нога л на ручке для переноски сварка мотор уже восстанавливался кем-то сняли карбюратор чистим попробуем запустить мотор подадим в карбюратор топлива снимаем редуктор для начала отсоединяем тягу переключения под заглушкой муфта как на современных моторах вот ты много открутил уже сломали болт не откручивается греем вот у а Продолжение следует... Ух ты! Масло полилось! Квадрат труба в конце. Открутили болты. Снимаем двигатель с баком. Далее будем откручивать 6 болтов. Разбирать поворотный механизм. И вынимать отсюда саму ногу. Которую в дальнейшем будем пилить. Прокладку надо ставить в провали. А вот и крепление трубки. Эта трубочка нужна для охлаждения выхлопа. Она вверху закрыта. То есть никуда не идет. Потому что воздушное охлаждение. Но отверстие тут есть. Вода нагнетается во время движения. И подается до самого верха. Сняли трубку. Придется ее потом паять. Потому что трубку мы будем укорачивать. В трубке два отверстия. Все надо разобрать. И ручку. И ручку переключения. Ручку для переноски. А вон с этой стороны видно ржавый болт. Чтобы ручку переключения снять. Нужно открутить этот лючок. И ручка. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все заломы восстановили резьбы, отрезали часть ноги, такая труба, отрезали и обработали поверхностью. Смотрите продолжение в следующей серии. Вертикальный вал мы будем укорачивать, для этого редуктор будет разбираться. Отрежем кусок вала и сварим две половинки. Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь установлено стопорное кольцо. Убираем его и вынимаем вертикальный вал из редуктора. А на шестеренке переднего хода установлена регулировочная шайба, которую нельзя терять. Шестерни редуктора очень похожи на шестерни от Yamaha 4.5 современной модели, но, к сожалению, все-таки они разные. Вертикальный вал здесь имеет шлицы с внутренней стороны, а с этой стороны квадрат. Смотрите продолжение в следующей серии. Укоротили вертикальный вал. Собрали редуктор. Вот так мы обработали ногу. Она уже пескоструена. И сейчас будем красить ее вместе с редуктором. Начинаем сборку мотора. Вместо втулок здесь такие вкладыши. Кроме вертикального вала, еще нужно укоротить эту трубу. Укоротить трубку охлаждения. Но ее нужно будет спаивать. Тягу переключения передач. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok укоротили трубку запаяли ее вот так муфта переключения передач сломалась при снятии редуктора но мы ее сделали и сейчас затягиваем фитон фитон а и или и и Продолжение следует... Смотрите, какая толстая стенка двигателя. Это крыльчатка охлаждения. Когда здесь стоит бак, создается воздушный поток. И эти ребра охлаждаются воздухом. Режем резьбу М6. И дуем. А теперь в эту резьбу мы сюда закручиваем такой самодельный штуцерок на резьбе и на гайке. А к нему будет подсоединяться шланг, который будет перекачивать давление и вакуум на топливный насос. Такой же штуцер мы установили на топливный насос. Это обычный насос, который устанавливается на моторы Yamaha Tahatsu Suzuki. Правда, начиная от 30 сил. Но посмотрим, как он будет работать. Сейчас нам надо придумать, куда его установить. КОНЕЦ КОНЕЦ В этом лодочном моторе жили тараканы. Это уже второй. Выбрали место для установки топливного насоса. Установили ямаховский топливный коннектор. Установили топливный фильтр перед насосом с лодочного мотора Honda, оригинальный. Завод Yamaha. Yamaha 4,5 готова. Установили боковые крышки. Колпака у него нет. Наклейки в подарок. Такая система с топливным насосом подойдет далеко не для каждого мотора, который не имеет топливного насоса. А топливо подается в карбюратор со встроенного бака самотеком. Дело в том, что насос, накачивая бензин в карбюратор, может создать избыточное давление. И игла карбюратора может просто этого не выдержать. И карбюратор будет течь. В нашем случае карбюратор держит. Игла хорошая. Стоимость данной переделки, укорачивания ноги, установка топливного насоса в сумме обошлась владельцу в 15 тысяч. Еще один контрольный запуск и отдаем мотор владельцу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...